открыл как судя по всему ножницы были тупые как можно было так мы дня подстричь как видишь на видео стригусь сам машинкой на лысо мужик ильдарка 90 я один раз сто раз на дню пересматриваю старые выпуски чтобы досладиться евой у чувак да ты извращенец я вот уже шесть лет хожу к одному мастеру так все это сразу не про меня меня уже начинает трясти мими 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 я вот уже дед 6 я уже шесть лет хожу к одному мастеру она понимает все мои желания делать так как я хочу короче один кайф к ней ходить как будто она не стричься ходит неизвестно чё там делает жаль что в сентябре она уезжает с мужем другой город и мне придется искать нового классного мастера ну ищите и обрящите так никто не заметил что на 1 12 пришла ева да черт подери я заметил на меня стригла это может показаться глупо но есть приметы что если жена стрижет мужа она вырезает ему жизнь о боже там все недолгом не осталось глаза слезились когда волосы резали но конечный результат тоже клёвый да и такой ребята у вас есть определенная фишка вы создали свой образ красоты включили своих друзей вы смогли выстрелить что-то свое неповторимое свои фразочки вроде голос поисколько здесь буков дворная сразу конец прочитаю или я не знаю если найдете вещь которая будет вам интересно факт который вас привлечет к вас примеру миллиардер установилась детдома 20 детей а ну понятно до свидания как-то долго растил волосы почти как у петра были потом начал ходить по всяким модным парикмахерским где хипстообразные товарищи что-то с большие деньги пытались сделать мне на голове но результат редко радовал а вот когда захожу в парикмахерскую советского образца в углу жилого дома в соседнем квартале с колоритными тетенькой в возрасте так даже ничего говорить не надо все делают круто и дешево вот чувак тоже это самое мне наводишь на мысли нас таких пятеро ты такой один чего короче там развернулся холивар на тему того что хипстерят не это плохо колоритные тетеньки в возрасте это хорошо так все фигня если 70 сантиметровый волос обкарнал в ноль несколько лет назад не жалею я реально лишь стал иголом быть удобно конечно удобно раз в месяц можно мыть стрижка аналоса незабываемое ощущение каждый должен попробовать на окружающим придется потерпеть ну я стрижка аналоса ничего приятного в этом нету разве что зимой удобно шапку одевать школе ну да ну да ну не под коленку так ну миллиметр практически на лоса суша и у меня по фото и фоточек тогда не делали вообще это были тяжелые годы до суровый 90 надо было дреда заплетать хотя это конечно любительного дреда бы вышли знатные меня уже четвертый год никто не стрижет но какашки с головы это конечно круто да но я пробовал это действительно очень любители заплетать дреда не это самое не делать совсем какашку на голове когда и потом их только отрезать а именно за заплетали мне дреда да ну как как эти сами как африканские косички только толстые какашки с головы не делал всем чай кто убил еву никто и не убивал такую бьешь блин сама кого хочешь у меня все еще шок от каменгаута тебя поздравляю мама и все норм ой не мама мама у меня норм не очень стрижет ты сам дьявол такие шикарные волосы отстригла до 20 мама стригла причем очень хорошо лучше некоторых парикмахерских потом редко начали видеть у резко начали видеть волосы купил машинку оставляю на блестящий вставляю на блестящий головушку по пару миллиметров растительности но и она думаю скоро покинет меня у петра отличные патлы если чего бомбить притчи я завидовать алекс клэмп а это случаем не лёха который из бультера знаем мы вот вот да 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 скорее всего он и стеликс клампа есть алекс вамп но он был раньше он был алекс вампом а сейчас алекс кламп стал так я увидел руки его опять монтажом балуешься в принципе да да это кнопка идет зашибись а тут ты балуешься это как потерять частичку себя ну в общем да если их еще посчитать в каждую волосинку то там очень много частичек себя отрубаю излишки волос топора во мужик гран шип ты так ногти не стриг петр и самом деле иисус у вас терпит такие тупые ножницы было давно я не помню уже насколько они тупые ненавижу стричься вот тут я тоже ненавижу это из серии милый я все я сделаю все красиво ли ты меня или ты мне совсем не доверяешь более чем доверяю только книжечки и дух новый выпуск когда новый выпуск тогда последний раз был парикмахер лет пять назад подстригли меня что с тех пор я сам стригу себе сама есть я стригу себе сам до занимает это около полутора часов но я сам знаю что делаю не знаю кого винить закуски и коих почти не бывает особенно если не спешить особенно если ты стрижешь себя топором как предыдущий комментатор полтора часа подряд я сам себе прыг по хер вот еще один от их ты хуже трое как я его понимаю петя я на твоей стороне у нас много ну кто филировочными ножницами стрижет ими прореживают кого картошку о ярослав ковалев пишет меня стрижет его как дышит я вот тоже потлаты только все из-за того что меня жутко весят мелкие куски волос которые во время стрижки попадают за шиворот и колется чувак у меня для тебя плохие новости это первый признак шизофрении не человека во время стрижки бесит мелкие кусочки волос которые сыпятся за шиворот и колется именно поэтому он не стрижется это как виталика бесит помидоры потому что они красные один раз подстригся больше не отрастил да вот мне тоже интересно про что это человек слишком много геморроя с длинными триточие особенно если они вьются триточие особенно если тебе это не устраивает . долго экспериментировал со стригущими меня людьми что-то с ними делал но в итоге перешел на само стрижку машинкой не стильно не молодежно но зато быстро просто и практично за сзади стрижется легко если есть два зеркала ухо все запущено сколько раз я не пробовал возвращаться с двумя зеркалами либо у меня руки растут из задницы заплетал очень удобно вверх и делать а потом она у тебя так остается только на бочок куда-нибудь тоже не люблю стричься правда парикмехеров я не боюсь но процесс меня не вдохновляет одним словом стараюсь стричься пореже поэтому обычно говорю стригущий меня человеку как можно короче чтобы можно было подольше не возвращаться единственное не машинкой такие прически я не люблю а насчет того кто стрижет то долгое время это была моя мама но со временем есть стало сложновато делать не стрижки ибо я стал высоким и глаза и и стали не те да и вообще не 40 в 20 сгаком лет стричься у мамы а в 30 как сейчас и подавно так стал ходить к знакомым парикмахерша она делает мне скидки и зачем только все это рассказываю жизненно чувак это ладыбр какой-то прямая ты явно ведешь же ничего из этого ну смысле ничего плохого в этом не вижу поддержу ваш флешмоб бреда и так ношу свою бредовую лепту боюсь парикмахеров но учусь на парикмахера идеально у меня все это просто 5 по моему как бы это это примерно как я в детстве боялся собак потому что мне немецкая овчарка откусила кусочек груди где-то лет в пять поэтому мне родители лет в девять завели немецкую овчарку тут примерно то же самое ну кстати клин клином то вышибает на самом деле но это да травма на всю жизнь ну ты а не парикмахер да типа у тебя такие немытые патлы что я буду трогать их только в перчатках вот и женись после этого ужас сколько стоит подстричься ваннушки у тебя уже это самое да он зажигалкой этот формат не нравится больше вот видите до первый раз успела до 301 просмотра выпуск клёвый извини варвара ермаленко я тебе расстроена 301 просмотр теперь отменили я хочу длинную челку на моего горит ты еще пол поменяй еще пацаном себя называешь все в общем против того чтобы у меня было челка каждые два месяца меня мать отправлять перекрышись где мне стригут на ежика до 3 сантиметра боль печаль обиды если ты сделаешь себе розовую челку то ты можешь считаться адским олдскулом не крок лего раньше таких было много на улице до стричься надо топором но ногти стричь топором не кузяло вот а ты меня правильно стричь всем понравилось вот и и и и и и и